Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артем, и это рубрика Hard News. Компания NVIDIA многим известна не только как производитель потребительских игровых видеоадаптеров, но еще и как производитель, который выпускает профессиональные вычислительные комплексы. Для, например, обучения нейронных сетей, для сложных расчетов и так далее. Но, однако, сейчас речь пойдет не о компании NVIDIA, а о японском стартапе под названием Preferred Networks, который разрабатывает свои собственные чипы для ускорения алгоритмов, которые входят в общее название искусственного интеллекта. В данном случае эти чипы занимаются тренировкой алгоритмов и нейронных сетей. То есть это полностью кастомное решение японского стартапа, не какое-то решение стороннее, При этом компания не будет продавать данный чип кому-то на сторону, исключительно будет использовать для своих непосредственно внутренних исследований в рамках больших суперкомпьютеров. Таким образом, все больше и больше различных компаний разрабатывает именно собственные чипы под свои задачи. Они пользуются какими-то решениями, существующими от компании NVIDIA, от AMD и так далее. Итак, давайте поближе посмотрим на данный чип, а здесь есть о чем поговорить. Итак, выпускается данный чип на нормах 12 нанометров, мощности компании TSMC, и как вы видите, это не монолитный кристалл, а многочиповая упаковка. Кристаллы вот так вот красиво расположены, в середине есть небольшой квадратик, пустое место, промежуточное такое, и вот так вот кристаллы все эти уложены. Это не графический чип в привычном смысле, это именно чип, который занимается матричными вычислениями, перемножает матрицы, и таким образом все это нужно для тренировки нейронных сетей, как я и сказал. Размер упаковки внушителен, 85 на 85 миллиметров, в сумме это дает примерно 756 миллиметров квадратных площади. И внимание, энергопотребление всей этой системы, вернее это скорее даже TDP, 500 ватт. То есть это больше, чем у любого решения на базе чипов, например, NVIDIA. И как же отвести такое количество тепла? На самом деле компания с этим справилась. Об этом чуточку попозже мы с вами поговорим. Что касается производительности данного чипа под названием MN, от названия как раз японского стартапа, от первых букв. Так вот, для операции с половиной точностью мы получаем 524 ТФ, для операции с одинарной точностью FP32 – 131 ТФ, и для операции с двойной точностью FP64 – 32,8 ТФ. Можно, например, сравнить с чипом от NVIDIA, с графическим, вернее даже адаптером Tesla V100, где мы получаем для операции с двойной точностью 7,8 ТФ, для версии с шиной NVLink. То есть получается, что решение Preferred Networks примерно в 4 раза производительнее, чем решение от компании NVIDIA. Именно для операций с двойной точностью. Ну и примерно во столько же раз производительнее при операциях, которые связаны с глубоким машинным обучением и с тренировкой нейронных сетей. Что же используется у нас для охлаждения? Для охлаждения используется вот такой вот интересный кулер, который мощно продувает радиатор для того, чтобы отводить такое сумасшедшее количество тепла. Система охлаждения рассчитана на отвод 600 Вт тепла. При этом, как вы видите, не используется водяная система охлаждения. Инженеры обошлись классической воздушной системой охлаждения. Это такая большая карта, которая вставляется в стандартный разъем PCI-Express версии 3.0, и в каждом сервере еще и будет использоваться в том числе и два центральных процессора. Скорее всего, компании Intel. Плюс на этой плате еще и находится 32 гигабайта памяти. К сожалению, нет никакой информации ни о частотах данного чипа, ни о скоростях шины, которая связывает эти кристаллы в одну большую такую структуру. Но производительность поражает. И самое главное, коэффициент производительности в террафлопсах на 1 Вт. Что же дальше? Говорим про полупроводниковую промышленность, про полупроводниковые компании, и следующая информация касается компании Intel. Не так давно появился слух на сайте FCCF.com, ну и впрочем на других сайтах новостных, о том, что якобы компания Intel будет активно использовать производство Samsung для выпуска своих центральных процессоров. Поскольку, как вы знаете, существует дефицит центральных процессоров компании Intel, прежде всего компания Intel удовлетворяет дефицит именно серверных своих процессоров, уже потом смотрится на обычный, так сказать, гражданский потребительский рынок. Так вот, на самом деле, все это не соответствует действительности. Компания Intel опровергла данные слухи в одном южнокорейском издании и будет использовать все же Intel свои собственные мощности для производства центральных процессоров. Компания Intel уже пользовалась сторонними производствами для того, чтобы выпускать какие-то второстепенные микросхемы. Например, чипсеты на мощностях TSMC. Но вот центральные процессоры все еще будут выпускаться силами самой Intel. И какие-то сторонние заказы на сторонних мощностях размещаться не будут. Что касается центральных процессоров компании Intel, и в частности следующего поколения, это уже 11-е поколение Intel Core, появилась информация на одном из китайских форумов, что якобы следующее поколение будет носить имя Intel Rocket Lake S. S это как раз настольная линейка. И якобы это будет все еще 14-нанометровый техпроцесс. Однако графика на борту будет уже 12-го поколения, Gen 12 XE. До 8 ядер будет в центральных процессорах всего лишь, а не до 10 ядер, как в Comet Lake S. И TDP 125 Вт. Оперативная память двухканальная до DDR4 3733 МГц. Опять же, это всего лишь слух и не более, но тем не менее разобрать его, я думаю, стоит и будет довольно интересно. Уже ходили слухи о том, что компания Intel будет использовать 10 нанометров только пока что для своих мобильных решений, для ноутбуков, ультрабуков, планшетов и так далее. А в старшем, во взрослом сегменте до сих пор будет пока что еще использоваться 14 нанометров. И уже после компания перейдет якобы сразу же даже на 7 нанометров. Связано это с тем, что якобы на 10 нанометрах невозможно пока что получить высокие тактовые частоты, как мы получаем сейчас в итоге на суперзрелом 14 нанометровом техпроцессе, где частоты могут достигать практически 5 ГГц. Непонятно, какая архитектура будет скрываться под крышкой процессора. Либо это Skylake, либо это Sunny Cove, либо, что логично, это VeloCove. Но здесь есть одна загвоздка. У ядер Sunny Cove и VeloCove есть поддержка режима AVX 512-бит. А как утверждают китайцы, здесь в Rocket Lake S будет использоваться только режим AVX 256. Так что непонятно, что думать. Однако, как я уже и сказал, ядра нового поколения, графические ядра, не версии 9, как это обычно. Но, как я и сказал, к этой информации стоит относиться только как к слуху и не более. В следующем году мы получим уже большее количество утечек, часть из которых, я уверен, будут более правдоподобными. Я все-таки думаю, что в Rocket Lake S не будет уже чистой архитектуры Skylake. Но, впрочем, увидим. Также все больше слухов появляется о том, что компания NVIDIA выпустит версию видеокарты 2080 Ti Super. И вот ребята-оверклокеры решили создать свою собственную видеокарту. На самом деле, не знаю, почему из этого сделали прям такую величайшую новость. На просторах YouTube постоянно люди экспериментируют с реболом тех же чипов, с реболом графической памяти. Ну да ладно. Ребята взяли видеокарты RTX 2080 Super в исполнении от Galaxy. Здесь используется 8 гигабайт памяти GDDR6. Пропускная способность памяти, вернее, частота работы 15,5 гигабит в секунду. А это быстрее, чем на видеокарте RTX 2080 Ti. Там 14 гигабит в секунду. Единственное, памяти там больше, 11 гигов. Так вот, взяли, сняли данные банки памяти с двух видеокарты RTX 2080 Super, чтобы хватило по количеству на 2080 Ti. Установили туда эти банки, более производительные, 15,5 гигабит в секунду против 14. Дальше разогнали эту память еще немного. И получили пропускную способность памяти 756,8 гигабайт в секунду при ширине шины данных 352 бита. Есть даже данные в тесте Superposition Benchmark. Что же, друзья, вот такие были новости. Если вам было интересно, поставьте большие пальцы вверх. Обязательно оставьте свои комментарии, какие-то вопросы. И, возможно, даже предложите тему для следующих роликов. Не только новостных, а вообще любых. Либо каких-то даже новых рубрик. Я все обязательно прочитаю. И мне будет интересно с вами пообщаться в комментариях. Также, если не сложно, подпишитесь на канал и поделитесь роликом и другими моими роликами с друзьями в социальных сетях. Ну и посмотрите другие ролики. У меня очень много интересного контента. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.